Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Степана Пепеляева. И начинаем мы наше сегодняшнее дежурство с видеоматериала, который прислал нам один из телезрителей, Игорь Денисов. Итак, Закамск, остановка Рынок. Раньше здесь люди ходили, а теперь опасаются. С недавнего времени местные жители называют это место собачьей тропой, место, где обитает стая бродячих собак, которая насчитывает около 20 особей. Тем временем Наталья Светлакова рассказала о том, что в микрорайоне Запрут недавно появились мусорные деревья. Выглядят они вот так, а растут вдоль 113-го дома по улице Ледовской. А вот Андрей Овсянников заметил, что в Перми, ближе к людям, теперь тянутся не только белки, но и снегири. Вот так бесцеремонно залетел в дом, чтобы погреться на батарее, и попал в телезрительский кадр дня. Еще одну историю на тему пернатых рассказала нам Ирина Цыпалина. Кто-то из своего окна за воробьями наблюдает, кто-то за голубями. А у них на Карпинского 29. Двор облюбовала целая стая свиристелей. Жители первого этажа дома номер один по улице Курчатова периодически прислушиваются. А не квакают ли у них в подвале лягушки? И удивляются, что они до сих пор здесь не появились. Ведь на протяжении долгого времени подвал затоплен водой. Иногда управляющая компания воду откачивает. Но это ненадолго. Через некоторое время болото появляется вновь. У нас в квартире парешь, тоже такой же вот ночью, когда холодно, форточки закрой, душно спать. Потом обои так, ну вот, что... То есть сырость у вас, да? Да, конечно. Она и неприятна, то, что отсюда и вонь идет, тут же канализация трубы. Они когда откачивают, в общем, запах тут нехороший. Где-то месяц назад мой напарник Игорь Гиндис побывал здесь, на Таборской 14. Где попробовал спуститься по лестнице, но не ногами. Кататься на ледянке здесь? Ю-ху-ху! Одно удовольствие! Через некоторое время после выхода сюжета ступени почистили. Местные жители тогда нарадоваться не могли. Но снег-то у нас идет постоянно. И сейчас лестница вновь в таком состоянии, что вот-вот превратится в катушку. Обычные итоги конкурса на лучшую новость недели мы подводим по понедельникам Но из-за праздничного выпуска перенесли это событие на сегодня Итак, две кружки и целую банку сладостей От телекомпании «Рефей Перм» получает Вера Дудорова Которая рассказала нам о том, что у нее в квартире досрочно наступила весна На подоконнике зацвела пекинская капуста А наш конкурс тем временем продолжается Обо всем, что вас радует или огорчает Вы можете сообщать, как всегда, в нашу информационно-справочную службу по телефону 2-630-300 Группа дежурной по городу ВКонтакте также в вашем полном распоряжении Мы же на этом прощаемся Поменьше вам разочарования и побольше хороших новостей Удачи и до скорой встречи